Благодарю сердечно за такое теплое представление. Я, признаюсь, летел в Сеатл с одним заветным желанием. Я могу повторить за вашим пастырем, что я вас, дорогие, всех люблю, но у меня есть одно заветное желание было на сей раз, как, впрочем, и всегда, это увидеть моих земляков-краснодарцев. Но меня уже брат разочаровал, как бы, ну или, не знаю, как-то так сказал, говорит, слушай, все меньше и меньше их остается здесь. А это, наверное, что-то такое, вот хрустальная память из детства. Помните наше босоногое детство и все наши первые опыты, первые проповеди, покаяния. Ну, словом, все это, а мы это ведь несем. Я вот Михаила Аркадьевича увидел, ну, патриарха, и просто возрадовался, скажу. Ну, я сразу хочу оговориться, что я всем вам тоже рад. Знакомы ли вы с нашими предшественниками, те, которые начинали движение, евангельское движение на территории царской России, и затем продолжили? Историю нужно знать. Когда-то Александр Пушкин сказал, неуважение к минувшему, или, точнее, уважение к минувшему, вот черта, которая отличает образованность от дикости. Нам точно нужно знать, что мы начинаем наше, или начали служение, в особенности молодежь. Я хочу обратиться к вам. Не на пустом месте вы начинаете сегодня, не на обитаемом острове. Перед нами были отцы, деды. Кстати, некоторые из них положили свои жизни для того, или за то, во имя Бога, чтобы мы с вами были здесь и пели вместе. Знаю, в кого верю. Так вот, один из них, таких предшественников, это Вильгельм Фетлер. Кто из вас знаком с этим именем? Поднимите, пожалуйста, руку. Немного, признаться, немного. Предлагаю познакомиться с некоторыми зарисовками. Это перед проповедью, постараюсь это очень быстро сделать. Фетлер, это дом Евангелия в Петербурге. Когда он начал строить дом молитвы, а это еще было при царе, то есть господствующее православие, он замахнулся на три тысячи посадочных мест. Братья говорят, ты что? Кстати, он был талантливым поэтом, и он написал, кроме прочего, такую песню, как «Братья, все ликуйте, славный день настал». И на освящении этого дома молитвы впервые хор пел лицом к залу. До этого была аффектация скромности, и пели вот туда, а вот зал был здесь. Этот человек в 25 лет оказался на улицах Петербурга и молился «Господи, дашь ли ты мне этот город?» И Бог ему дал этот город. Он проводил дневные собрания для дневных людей, ночные собрания для ночных людей. Кроме прочего, у Вильгельма Андреевича Фетлера, он был наполовину, если брать национальный, наполовину немец, наполовину латыш, у него была такая особенность, он объявлял только начало служений. А что же будет в конце, Вильгельм Андреевич? Он говорит, когда Дух Святой закончит свою работу, тогда и мы закончим. Как вам нравится такой подход? Вы поняли, куда я клоню, да? Текст Писания. Послание к евреям, 10 глава, с 19 по 23 стихи. «Итак, братья, имея дерзновение входить в освятилище посредством крови Иисуса Христа путем новым, подчеркиваю, путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою, имея великого священника над Домом Божиим, да приступаем с искренним сердцем, с полной верою, краплением, очистив сердца, снова интонационно подчеркиваю, очистив сердца от порочной совести, и, омыв тело водой чистою, будем держаться исповедание, упование, неуклонно, ибо верен обещавший». Текст достаточно насыщенный, и чтобы выделить то, о чем мы будем с вами говорить, и взять это в основание, я как раз хочу повторить то, что уже подчеркнул. Путь новый. Что это такое? До Христа был путь старый, или более точно выражаясь, путь ветхий. Ветхий завет, кстати, не старый, ветхий. А что было раньше? А нужно было приходить сперва в Скинью собрание, которое простояло 369 лет в Щило, Силоме. И там совершалось богослужение. Нужно было привезти жертвенное животное, если вы хотите принести жертву за грех, либо какие-то другие причины. Однажды, не со своей кровью, но с кровью тельцов и козлов, первый священник заходил во святое святых за эту завесу, и там он имел общение с Богом, и Бог смотрел на этих животных, на эту кровь пролитую, и на этого человека, и заступал народ. Кстати, это была жертва, с которой заходил во святое святых однажды в год первосвященник. Это были грехи неведения. То есть по незнанию, по неосмотрительности, как-то так. То есть за все сознательные грехи человек сам за себя приносил жертвы, а вот за грехи неведения однажды в год первосвящения. Но мы знаем, что во время страданий и смерти Иисуса раздирается надвое завеса. И таким образом появляется, обнаруживается доступ к общению с Богом, тот, который был таким исключительным только для первосвященника, а теперь все. Путь новый. Путь со Христом. И нам это с вами знакомо. Но почему в тексте сказано, очистив совесть? Как мы здесь прочитали с вами? Очистив совесть, да? Очистив сердца, более точно, от порочной совести. Почему так сказано? Ведь путь новый. Мы однажды с вами сказали Богу это святое да, войдя в воды крещения. Почему для нас этот новый путь подразумевает, что нужно очищать сердца? Дорогие, я подхожу к теме моей проповеди. Мы с вами на новом пути, но нам необходимо обновление. Свою проповедь я построил следующим образом. Название, общий тезис, несколько текстов Писания. Я очень коротко буду останавливаться на них. И таким образом будем переходить к следующей части. Давайте сперва поговорим о физическом доме. Дело в том, что дома нужно было и по сей день нужно обновлять. Все то, что из-за щитрак или там кирпича и любой материал, из которого построен, дом нужно обновлять. Читаю. Вторая книга Паралипоминон, 24 глава, 4 стих. «И после сего пришло на сердце Иоасу обновить дом Господень». Этому человеку захотелось. Я так понимаю, что даже в Ветхом Завете это были импульсы благодати. Когда к нам приходят добрые желания, это ведь от Господа. Так написано, всякий дар совершенный исходит от Отца Светов. И Он производит в нас хотение и действие по Своему благоволению. И вот приходит на сердце этому человеку, Иоасу, обновить дом Господень. Дело в том, что, как я уже упомянул, скиния собрания, шатер, который в Силоме располагался, ну, закончилось существование и функционирование этой скинии. И все это переходит в первый храм, который был построен, как вы знаете, Соломоном. И просуществовал, простоял около 400 лет. И был разрушен вавилонянами. Второй храм был построен за рававилем и простоял около 500 лет. И был решительно перестроен, поскольку Ирод Великий, именно он перестроил, увеличил почти вдвое храмовую площадку, на которой располагался не только храм, но и дворы. Это произошло в 20-м году, до Рождества Христова. И, как мы все знаем, 90 лет простоял этот третий храм. Секундочку, никто его третьим не называет. А знаете почему? Очень просто. Ирод Великий, он на самом деле был великим строителем, поскольку ему принадлежали просто шедевры зодчества. Хотя бы взять храм, который он перестроил, но и не только. Он построил, кстати, вот просто с нуля, Кисарию Приморскую. В то время, в начале вот этого времени по Рождеству Христову, как бы начало нашей эры, тогда еще мало знали о цементе. Ирод был тем человеком, который забивал сваи прямо в открытом море, в Средиземном, для того, чтобы сдерживать волны, волнорезы. И вообще Кисарию построил. Но, несмотря на то, что он был великим строителем, он был и думеем. Вот одна такая вот очень существенная вещь. То есть он был полукровкой, как говорят сегодня, и поэтому, в общем-то, его именем, конечно, никто не мог называть этот третий храм. Он назывался вторым. В 70-м году по Рождеству Христову он был разрушен. И таким образом, есть просто ожидание веков, в еврейском народе, они каждый раз говорят, в следующем году в Иерусалиме, на священном, самое священное, кстати, вот, если вам это будет интересно, самое священное дело, мероприятие в еврейском народе, это свадьба, брак. И поэтому в этот день, если только в зоне досягаемости, каждая еврейская пара спешит к стене плача, чтобы там подойти, прикоснуться к ожиданию веков, что однажды на этой храмовой горе возвысится величественный третий храм. Но это физический храм. Давайте мы все же перейдем к духовному, кажется, нас это больше интересует. Псалом 50, 12 стих. Давид молится. Это покаянный Псалом Давида, который переживает свое отпадение очень остро, болезненно. И он все это проплакивает, через него проходят страдания, очищение и восстановление. Итак, дух правый обнови внутри меня. Уверен, возлюбленные, что мы с вами прочитываем этот Псалом, как, впрочем, и другие тексты, довольно быстро, в особенности, когда у нас нет времени. Мы просто читаем. Нам знаком плачущий Давид. Но только вдумайтесь, о чем он говорит. Он говорит дух правый. Вот если бы он сказал дух не чистый, а скверненный, обнови, это было бы понятно, потому что мы знаем, что есть не только сквер на плоти, но есть сквер на духа. Помните, в чем духе нет лукавства? Лукавство – это сквер на духа. И если у тебя все прекрасно, ты читаешь Библию по пять раз в год, прочитываешь Библию. Если ты не пропускаешь ни одного собрания, это великолепно. Но если в твоем духе есть лукавство, это сквер на, от которой нужно очистить себя, потому что все перечисленное, положительное, нисколько не оправдывает вот этой скверной духа, который как раз-таки тебе мешает. Почему он говорит? О чем он говорит? Дух правый, обнови внутри меня. Дело в том, что правый дух нуждается в обновлении. Периодически в наша внутренность, deep down, там внутри глубоко, там, где уже заканчиваются все перегородки, все прослойки, вот там внутри, где гнездится наша сущность. Вот это должно быть обнажено перед ним и обновляться. Правый, то есть ты прощенный, ты в собрании, ты Дитя Божие, ты от души поешь эти песни, прославления, все замечательно, вот все хорошо. Но тебе в этом состоянии также необходимо периодически обновляться. Вы знаете, в чем здесь суть? Святой? Да, освящается? Еще. Господи, он святой! Куда ему? Свежие у меня впечатления от... Мы около недели что-то делали, помогали как-то беженцам в лагере в Тихуане и в Сан-Диего, по ту и по другую сторону. Собственно, там много волонтеров. Мне даже как-то и неудобно говорить, там помогали, потому что я видел людей, которые просто положили свои жизни, вот время. В частности, наши замечательные друзья и, кстати, краснодарцы. К вам обращаюсь, Иосиф и Алена Охотины. В 12 ночи заберите с границы 10 человек к себе кормить, поить, ну и прочее. И вот я помню, когда уже выстроились беженцы, уже подвезли к кастам, таможне. Ну и братья так дают последнее наставление, уже мы помолились, и говорят, ну, держитесь Господа, кто его знает. А один брат говорит, всем нужно покаяться. Один брат из числа этих самых беженцев говорит, да сколько можно, мы уже покаялись. А вот сколько можно? Понимаешь, если святой, он освящается еще. И эта потребность твоего праведного духа обновляться, как раз таки праведного духа. И чем ближе ты к Господу, тем больше тебе хочется просто раствориться в нем. Это нормально. Дальше. Послание к римлянам, 12 глава, 2 стих. Но преобразуйтесь обновлением ума вашего. Подобный текст, Ефесиным 4, 23. А обновиться духом ума вашего. Что это такое? В каком режиме работает мой ум? К чему направляет он меня? Это наш центр. Отсюда, говорят биологи, растекаются по всему моему организму тысячи, миллионы сигналов, сигналов, которые делают меня способным функционировать, говорить, ну и так дальше, работать. И вот здесь, опять же, позвольте это очень меткое слово mindset, установка такая внутренняя вот здесь. Вот она у тебя закрепляется, и у меня тоже. И мы с этим живем, и мы этим как бы руководствуемся. И в какой-то момент ты должен просто понять, что где-то нужен этот recharge, какой-то нужен update. Вот нужно посмотреть, если у тебя функционирует непродуктивно твоя установка, тебе ее нужно обновлять. Я помню в моей юности наша семья, я с большим уважением и любовью отношусь к родителям, папу уже давно нет в живых, мама еще жива, моим братьям. Собственно, ну, хорошая христианская семья. Но по какой-то причине, опять-таки, никого не сужу, ну, вообще никого не сужу, со своими проблемами разобраться бы. Мы не ходили на недельное собрание, это было в четверг. Не ходили. Не было принято. Mindset. А я уже как-то был причастен к руководству молодежи, и так какой-то момент стал анализировать. Стоп, я вот не прихожу на это собрание, а почему? Писание говорит, что двое или трое собраны во имя, там я посреди, Господь приходит, я не прихожу, я что, больше Господа? И это, вот эти размышления привели меня к тому, что я решил обновить вот тут, вот тут, и обновился, и стал каждый раз ходить. Кстати, небольшая ремарочка, когда мы с группой молодежи оказались в Прибалтике, ну, в частности, в Литве, и это был вечер, когда было собрание в местной церкви, а у меня же уже такая установка, ходить, если есть собрание, нужно ходить. А мы приехали из Краснодара, приехали в Литву, а Литва – это запад, это просто что-то невероятное, и когда мои милые друзья вышли, они посмотрели на все это, достаточно было ЖД вокзала, они говорят, вот это да. Ну, и я говорю, слушайте, сегодня собрание, нужно идти на собрание. Они очень хорошие, милые люди, я до сих пор всех их люблю, но они так посмотрели на меня. Одна сестричка, которая набралась больше смелости, ну, мы свои люди, она говорит, знаешь что, Вова, а мы сюда приехали не для того, чтобы на собрание ходить. А ты у нас, а у нас же раньше как было, в то доисторическое время, мы же никто в гостиницу не шел. Всегда это где-нибудь в хате, знаете, человеки сюда, женки сюда. Вот так. Вот так было. И, ну, я, а я как раз организовываю эту поездку, я и пошел на собрание. Так вот, когда я пришел на собрание, я впервые встретил мою будущую жену там. С тех пор я говорю, молодежь, ходите на собрание. Послание к Титу, 3 глава, 5 стих. Банию возрождения и обновления Святым Духом. Вообще, удивительное выражение, некоторые выражения в Библии мы можем понять, только понимая семитские языки. Например, Яков говорит, когда там зашла речь, они уже, его сыновья встретили, Иосифа, второго человека в Египте, прочее. И вот Иосиф говорит, приведите вашего брата Вениамина. Помните, да? Я обращаюсь к вашей памяти христианской. И вот, приведите. Но Яков протестует. Он говорит, если пойдет Вениамин, и его не будет, как вот с этим, бездетным буду. Секундочку, Яков, а у тебя еще 10. Это как? Это нормально. Это просто семитское. Это такое выражение. Такое гиперболическое, некое преувеличение. Ну и нормально. Это вот так он понимал. Так вот, баня возрождения и обновления Святым Духом. Что такое баня? Нам, русским людям, в общем-то, очень понятно. Не только. Это общий охват. Ты попадаешь, неважно в сухую или влажную, какую, ты полностью весь охватываешься. Вот этот смысл заложен. Дело в том, что когда мы обновляемся или как-то очищаемся, нам людям, возлюбленные, позвольте мне очень откровенно сказать, нам людям свойственны перекосы, экстримс. Нас или влево заносит, или вправо. Но, как правило, мы не дорабатываем. Если мы плоть освящаем, у нас Дух в загоне. Если мы Дух освящаем, у нас с плотью проблемы. Обязательно нас куда-то несет. Что делает Дух Святой? А Он баня возрождения, то есть комплексно. Помните послание, первое послание к фессалоникийцам, пятая глава? И ваш Дух, и душа, и тело. Во всей целости это сохранится. У Господа именно такой подход. Что такое баня возрождения и обновления? Возрождение понятно, а вот наш сегмент, мы рассматриваем это обновление. Дело в том, что в древнем Израиле существовала традиция, которая называлась на еврите Твила. И эта традиция выражала следующее. Человек, который хотел показать, что он кается, хочет очиститься, он заходил в водоем, и совершалось ритуальное омовение. В знак покаяния, в знак очищения. Когда прошли годы, десятки, сотни лет, на берегу Иордана оказался человек в необычной одежде, с необычными речами, но необычными для нас, для евреев, он говорил очень понятно. Знаете, что он говорил? Этот человек, его звали Иоанн Креститель, он призывал к крещению покаяния. Давайте привяжем это к традиции евреев. Он им говорил буквально следующее. Вы заходите в водоемы, в знак вашего покаяния, но вы не каетесь. Помните у Асии, раздирайте сердца ваши, а не одежды. Раздирали одежды в знак сокрушения. Но кто-то раздирал одежды, сердца вообще были нетронутые. И Иоанн Креститель говорит, сотворите твилу нормальную, настоящую. Вы же заходите в воду, такими же и выходите. Общие мысли. Следующая часть размышлений об обновлении. Послание к римлянам, 6 глава, 4 стих. Так и нам ходить, ключевое слово, ходить в обновленной жизни. Образ жизни, обновленный ум, обновленный дух, то, о чем мы уже говорили, обновленная жизнь. Не праздновать, а ходить. Праздники тоже нелегко, это нужно готовить. Я представляю, сколько репетиций, правда? Мне выпало удовольствие быть немного раньше, до первого собрания, я послушал репетиции. Можно про вас секреты? Да? Нормально? Вот. И меня вот удивило, насколько гибко подходят ваши певцы к каждому служению. Есть определенная особенность. Это не просто шаблон. Ну, нужно мыслить, нужно думать, да? Что, как. Почему? Потому что мы ведь, мы вот друг с другом общаемся, и то, о чем мы говорим, даже вот отсюда, по-английски говорят, это должно landed, оно должно приземлиться. Если я просто отговорил, сел, и все, подожди, а в чем point? Pointless. Оно должно прийти. Более того, должно происходить влияние Божьего Слова на нас с вами, дорогие. Если Слово Божье на нас не влияет, на нас влияют другие источники, силы там и прочее. Так вот, ходить. Да, конечно, можно и нужно готовиться, секундочку, нужно готовиться к программам. Это часы-часы репетиции. Мне это тоже действительно очень знакомо, поскольку я много лет уже в нашем доме идут бесконечные репетиции. Что-то происходит, и я понимаю, что это все до седьмого пота. Но вы согласитесь со мной, дорогие, что ходить еще более ответственно, при всем уважении к нашим программам. Ходить, практика. Это когда-то, допустим, такие выражения Суворов, Александр Васильевич говорил, «Гладко было на бумаге, да забыли про враги, а по ним ходить». Когда ты оказываешься в условиях сложных, и там вызовы, кто-то просто кричит на тебя. Это неэтично, неправильно. Человек, но он кричит, что ты будешь делать? Ну, что ты будешь делать? Это ходить. Давайте себе представим, что вы купили новую обувь. Купили новую обувь. Модельную. Ну, и стали ходить. Я понимаю, что в Сиатле здесь все вымощено, это запад. Слушайте. Но сколько нужно времени, чтобы ваша новая обувь стала поношенной? Сколько? Я понимаю, что вы скажете, все зависит от того, который ходит. Правильно. А кто-то осторожнее, кто-то менее осторожнее. Никак ухаживает. Но, дорогие, так или иначе, с нашей одеждой, с обувью что-то происходит. Как мне ходить, чтобы быть новым? Обновляться. Периодически нужно обновляться. Исайи, 40 глава, 31 стих. А надеющиеся на Господа обновятся в силе. Бессилие и истощение знакомы всем, которые имеют отношение к активному служению. Я не беру сейчас светский образ жизни, что-то там, меня вот интересует. Что мы с вами. То есть люди, которые, например, вовлечены в постоянную подготовку пения, музыки, проповеди, скорее всего, знают, что такое истощение сил. И появился в последний год такой термин «выгорание». Это когда у тебя уже душевных сил, ну, пожалуй, они где-то тут связаны и с духовной частью тоже, они истощаются. И тебе просто вначале появляется безразличие. Это такая начальная стадия депрессии. Вначале безразличие к тому, что потом оно перерастает к отторжению. Тебе просто не хочется уже иметь отношение ко всему этому. Потом еще глубже. Ну, там уже не хочется. Говори даже обо всем этом. Я помню такие моменты, когда мы проводили какое-то мероприятие. Какое-то мероприятие. заканчивалось, например, лагерь детский, молодежный. Это бесконечные там встречи, это оттачивание, это звонки, столько информации, молитв, постов. И вот все это прошло, и в основном говорят так, чтобы я еще раз когда-нибудь взялся за это. А потом проходит время, через там полгода, говорит, ну что, начинаем готовиться. А что произошло? Когда у тебя уже все на нулях, ты должен понимать, что мысль твоя, выражающая твое сердце, она всегда может прийти к престолу благодати и сказать, Господи, надежда твоя. Вот по этому каналу она поднимается, Господи, да бессильный я, да не получается, Господь, ну помоги мне, у меня вообще ничего нет, у меня мысли нет. Я в одном собрании вместе с другим братом-служителем был, и там братья так сказали. Братья, у вас, вот у нас два часа служения, у них два часа, и говорит, по часу. Один час проповедует, и другой час. Представляете, какая роскошь. Час. Так, проповедники, где вы? Час проповедовать. Ну, первый проповедник проповедует, и, в общем, ему и часа не хватило, получается, и я стал уже переживать, что же там будет дальше со всем этим. А тут еще между двумя проповедями должна была вечера пройти, и брат из этой церкви, пресвитер, ну это дело пресвитера по местной церкви, мы готовы были помочь, а он подходит, тоже к концу уже первой, первой этой проповеди, и говорит, Степанович, можешь провести вечер у Господня? А для меня это, признаюсь, очень так ответственно, всегда как-то готовлюсь поособенному, я думаю, что так, наверное, ну, все служители. Такой особый момент, вот выйти перед народом Божиим, тут вечер у Господня, вот это слово сказать, пусть это пять-семь минут, но это так ответственно. Для меня, ну, это время должно быть какого-то концентрации внутренней. А тут вдруг вот так. И я уже, как я уже сказал, немножко подрастроился, вот первой проповеди, и не привык отказываться. Он мне говорит, ну, проведи. Наверное, он тоже расстроился, я так думаю. Я ему говорю, да, давай. И так мысли сразу, Господи, ну, сейчас, о чем я говорил, где-то у меня недавно, какие-то мысли, наработки, ничего нет. Ничего. Помните, как этот царь говорит, слово отступило от меня. Нету. Я как-то туда-сюда, ничего. Я просто взмолился. Господи. Мне, сейчас же он все-таки закончит, в конце концов же закончит, правильно? Я должен выходить. И что? Я молюсь. А у меня есть такой секрет. Я поделюсь с вами секретом. У меня есть друзья. Ну, все начинается с моей супруженьки. Его зовут Дина. В любое время, дня и ночи, я напишу и скажу, слушай, любимая, поддержи меня в молитве. Я знаю, что это всегда будет просто... У меня есть друзья в Израиле. Кстати, в свое время он военный и был чемпионом Украины по легкой атлетике. Ну, уже давно он в вере. Это еврейская пара. Это мои хорошие друзья уже много лет. Это вот тоже те, которые всегда поддержат. Я знаю, они в пост уйдут, в молитву уйдут. Я им пишу. Я супруженьки свои написал. Пишу, поддержите. Что-то происходит. И вот, представляете, вот в это время вот они начали молиться. И вот просто как облако славы Божьей сходит. И я, как победитель, выхожу к столу Господнему. Но я-то знаю, откуда это. Это вот откуда. Друзья, надеющиеся на Господа, когда тебе трудно надеяться, у тебя должны быть рядом люди, которым ты скажешь, слушай, подержи в молитве. Второе послание Коринфянам, 4 глава, 16 стих. Внешне наш человек тлеет. Внутренне мы эту часть берем, со дня на день обновляется. Но мы ведь честные читатели Библии, не так ли? Мы же это не просто вот так, бегом-бегом, мы читаем и думаем над тем, что читаем. Внутренний, со дня на день обновляется. А теперь давайте в форме вопроса. Мой внутренний человек со дня на день обновляется? Я представляю, что мы с вами вздохнем и скажем, да хотя бы раз в год обновлялся, что там уже со дня на день. А у нас есть такой день, 31 декабря. Все, год заканчивается, и у нас начинаются вот эти хождения по мукам. Мы говорим, Господи, но этот год у меня не удался. То ли пандемия там виновата, то ли еще что-то. Но что-то пошло не так. Не сложилось, Господи, ну ты ведь знаешь, с работы у меня были еще, но не пошло, не получилось. Но следующий год, Господи, я уже, я каждый украинец обетяю, обещаю, все будет у меня, получится. И вот это мы все говорим, говорим, 31 числа. Я сомневаюсь, что это получается. У нас есть еще один праздник, который мы блюдем в нашей славянской, евангельской традиции. Это праздник жатвы. Вы же его празднуете здесь, правда? Вот этот праздник мы с вами украшаем. У вас же свой дом молитвы, да? Вот. Вы его украшаете. Скорее всего, вы его украшаете заблаговременно, в субботу. Я не знаю, как вы украшаете, но мы частенько, и как правило, украшаем его листьями. Они на следующий день становятся пожухшие, такие скрюченные. А потом у нас самая каноническая песня на праздник жатвы «А я только листья принес». Я так предполагаю, что мы что-то там шепчем тоже в молитве, «Господи, ну что? Ну да, листья, опять листья. А хоть бы мне без плода не прийти туда, или как там у нас эта песня, вот это мы все говорим, говорим, стоп». А получается вообще хотя бы раз в год или нет? Дорогие, есть точка отчета. Когда-то сказали, что мы родились. Родились наши дети. Когда-то мы впервые вступили на американскую землю. Когда-то мы окончили учебное заведение. Когда-то что-то было впервые, точка отчета. Есть точка невозврата. В физическом смысле, я читал, что на Ниагарский водопад в пользу Инстаграма, чтобы там взорвать его, подплывают на утлых лочонках некоторые смельчаки. Им говорят, туда близко не подходите, там вас уже никто спасать не будет. Нет, надо сфотографироваться. Ну и в общем печально все заканчивается. Точно так же, как есть точка отчета и точка невозврата, должна быть точка обновления. Когда я только принял служение при Светерской в 95-м году я очень живо интересовался опытом преемственности поколений в этой стране и сегодня. Я хотел донести до нашего собрания, что нам нужно делать. Секундочку. Наши дети, которые растут уже в новых условиях, там, внуки ваши для кого-то или правнуки, они ведь другое мироощущение, другие ценности. Потом, в конце концов, интернет пришел к нам. И так дальше. Я уж там... И вот, а если учесть еще то, что есть эти поколения, да, X, Y, Z, Альфа и все прочее сегодняшнее, это когда, да простят меня представители этого поколения, когда им обязан весь мир, они никому не обязаны, ничем. А с ними работать надо. И их нужно любить, как ваш пастырь. Мне это очень нравится, кстати. Вот просто признается вам в любви. Их любить-то надо. Нам с вами. Любить надо. Работать надо. Почему? Это не просто вот мы, там, уходящее поколение, должны допроповедовать, досидеть, вот на этих комфортабельных стульях. А где наши дети? А что? Что? Чего? Не-не-не, секундочку. Это должно продолжаться. Это должно идти. Почему? Церковь Христова. Мы должны вот... Ну, я вот обратил внимание на некоторые братства американские. Раз в год они делают ревайвл сервисы. Когда к своим звучит слово, слушай, ты вообще обновляешься или нет? И тогда уважаемые люди проходят вперед и склоняются у алтаря, так американцы говорят. И там они обновляют свою жизнь перед Богом, не плачут и не стыдятся своих слез. Точка. Обновление. Дело в том, что обманщик всегда нас туда, на завтра отправляет. Говорит, ну, все завтра, там, послезавтра и так дальше. Сегодня должна быть точка обновления. Примеры. Текст Писания, который я прочитаю, он будет обширный, и я буду кое-что пропускать, но все же я озвучу ссылку, откуда он берется. Это книга Бытие, 35-я глава, с перу по 10-й стихи, и я буду выборочно читать. Бог сказал Иакову, встань, пойди, Вифиль, и живи там, и устрой там жертвенник Богу, явившемуся тебе, когда ты бежал от лица Исава, брата твоего. Сказал Иаков дому своему и всем бывшим с ним, бросьте богов чужих, находящихся у вас, очиститесь, перемените одежды ваши. Встанем и пойдем в Вифиль, там устрою я жертвенник Богу, который услышал меня в день бедствия и был со мною. Пропускаю. Все они закапывают там под этим дубом, под деревом, и он дальше отправляется. Отправились, был ужас Божий на окрестных городах, и не преследовали сынов Израилевых, и пришел Иаков в Луз, что в земле Хананской, то есть Вифиль, Бетель, Дом Божий, сам и все люди, бывшие с ним, устроил там жертвенник. И теперь концовка. Явился Бог Аякову и благословил его Бог, и последнее и сказал ему Бог. Дорогие, в этом отрывке Бог дважды обращается к Иакову. Первый раз это было указание к действию, Второй это благословение. Между первым и вторым обращением Бога к Иакову было обновление всего семейства. Что побудило Иакова обновиться? Обращение к нему Бога. Бог говорит, Иаков, ты помнишь, Бог не забыл, ты помнишь, ты мне обещал, что там в Ифиле ты построишь жертвенник. Ну, так давай будем это делать. Вот это обращение Бога, оно как бы застало врасплох Иакова, и он как бы ощутил себя беспомощным. Так, я позволю себе обрисовать эту ситуацию, и он говорит, стоп, так у нас ситуация-то запущена. Я не могу в таком состоянии идти и служить Богу, мне что-то нужно делать. Ремарка. Если тогда, когда Иаков ушел из дома Лавана, у тестя, там он был своего, с женами и с детьми, и когда настиг Лаван, и когда он искал своих богов, тогда Иаков не знал о том, что эти боги существуют, и может быть вам это будет интересно, в то время в Месопотамии действовал закон Нузу, по которому те, у которых семейные боги, башки, им принадлежало право на семейное поместье. Поэтому Рахель, прихватив богов своего отца, подумала о безбедном будущем своих детей. Тогда он не знал о том, что это было. Рахель села, но теперь он знает, теперь он это видит, и он со всем этим живет, и все живут, но вот он поднимается и говорит, знаете, он занял позицию. Когда мы занимаем позицию, Бог нас благословляет. Когда мы ни позицию не занимаем, кого благословлять? Но это был некий безумный шаг с человеческой точки зрения, Яков, а как, а кто тебя будет слушать, ситуация запущена. А он говорит, я вот становлюсь на эту позицию, а дальше Господь. И он встал. Он говорит, давайте очищаться. Вопрос авторитета. Для нас с вами, дорогие, вот в особенности для мужчин, это очень важно. Для нас мужчин, вот сестры, послушайте, мужчины пусть не слушают, для нас очень важно, мы так устроены, что нам важно, чтобы вот с нами обращались как-то уважительно. Женщины, жены, милые сестры, если вы как-то унижаете ваших мужей, это вообще ядерный взрыв, это вообще неправильно, это не надо делать, вы проигрываете, сразу говорю. Мужчину нужно, ну, уже там другой вопрос, допустим, как Сара поступала, да, там, кто отправил тогда Агарь вот туда, вот это изгнание, или Сара, но этими вещами нельзя злоупотреблять, поэтому, тем не менее, вот, пожалуйста, господин, 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 вот так нужно, ну, не то, что я вас учу, мне кажется, вас природа учит. И вот, смотрите, что получается, он говорит, Иаков, обращается, обращается к своему семейству и говорит, надо очищаться. Откуда наш авторитет приходит? Дорогие братья и сестры, авторитет мужчины могут строить по-разному, некоторые там, упаси Господь, кулаком, некоторые там, деньгами, подарками, задаривает, вроде как, авторитет растет, а вот у Господа по-другому. Он говорит, я прославлю прославляющих меня. Если ты прославляешь Бога, милый брат, Бог тебя прославит, Он займется твоим авторитетом, не переживай, но возвеличь Бога в своей жизни. И вот он что сделал? Он говорит, вообще Бог требует чистоты, Бог придет туда, где чисто, это благословит. И его авторитет вырастает, его послушали, смотрят с этим человеком, с нашим Иаковом, Бог говорит, авторитет вырос, и его слово возымело действие. В результате обновления семейства страх Божий был на окрестных народах. Если помните, когда в Сихеме весь мужской пол вырезали два сына Иакова, Семен и Левий, он был в страхе, и он говорит, сейчас придут, меня побьют, теперь нет. Написано, никто из окрестных городов, даже народов, не преследовал их. Почему? Обновились. Концовка. Когда они пришли на место, то второй раз Бог обращается к Иакову и говорит, написано, благословил его. Мы иногда просим, Господи, благослови меня, благослови, благослови, и даже не всегда видим благословения, он даже не просил благословения. Бог его благословил. Почему? Обновился. Братья и сестры, я подхожу к концу проповеди. Я хочу, не знаю досконально вас, хочу обратиться вот персонально к каждому. как давно в твоей жизни были новые песни. Давид говорит, Бог мне в ночи песни дает. И он давал, мы читаем псалмы, это поэтический сборник. Но здесь о чем-то другом. Это когда ты заходишь в твою комнату, закрываешь за собой дверь и молишься. Уже не придумано. Ты не прячешься. Кстати, у того же Фетлера есть такое выражение. Христиане часто прячутся за молитву. Ты не прячешься за дежурными словами. Ты не пытаешься там какими-то лозунгами говорить с Богом. Ты говоришь от сердца к сердцу. Если у тебя падение, ты говоришь, Господи, упал. Не был победителем, где-то не читал слова, ты говоришь, Господи, не читал. Ну, говори правду. Он-то все равно знает, но ты осмеливаешься на правду. Вот с тобой он будет работать. И если давно молитва для тебя не приносила, ну, слез не было, последние высохли много лет назад, то тебе нужно обновиться. Потому что у обновленного духа обновленные песни. То есть, ты выходишь из твоей комнаты, и у тебя крылья вырастают. И если этого нет в твоей жизни, я просто тебя прошу. Сегодня должна быть точка обновления. Сегодня. Не уходи туда в таком состоянии. Бог тебе поможет. Займи позицию. Скажи, Господь, все, о чем ты говоришь, это правда. У меня не получается, но помоги мне. Если это будет молитва вслух, это хорошо, но это может быть молитва и тихая, главное, чтобы она состоялась. Та молитва, которая, прорывая вот эти все конструкции и эфир, придет к престолу благодати. Вот эти молитвы он собирает в золотые сосуды. Ты этого хочешь? Может быть, здесь, в нашем собрании, есть те, которые еще не знают, что такое жизнь. Вам даже не обновляться, вам просто родиться свыше надо. Это ваше время. Вы можете это сделать на месте или сделать здесь впереди. Впереди это смелость. Это вы не стыдите, вы заявляете о Боге, это поможет вам. Вы, Господь сказал, кто постыдится меня в веки всем, того я постыжусь. Кто не постыдится, того я не постыжусь. Если тебя касается, Господь, член церкви или ты не член церкви, обновляйся. Скажи сегодня Господу. Так, дорогие, сейчас будет молитва. Я вас приглашаю всех встать для молитвы. Время встречи с Богом. Время обновления. Пусть поможет нам в этом Господь. Отец Небесный, во имя Иисуса Христа нашего Господа, пролитой крови Его на Голгофе, мы все вместе идем к Тебе. Господи, Ты знаешь каждого. Я не знаю, многих не знаю, наверное, большинство, но Ты знаешь, и это важно. Господи, те, кто сейчас здесь, на этом месте, плачет своим сердцем, ответь на эти молитвы. Кто сейчас обновляется, кто устал от черства, холодного, интеллектуального христианства, все те, которые просто уже коснеют в каких-то обрядах христианских или полухристианских. Господи, косни сейчас каждого. Проведи свою работу Святым Духом, чтобы отсюда эти люди, которых Ты знаешь, вышли обновленными. Может быть, здесь присутствуют те, которые никогда не молились молитвой покаяния. По-серьезному, ответственно, оттуда, из глубин души не взывали к Тебе. Помоги им это сделать сегодня. Пусть в итоге, через нашу обновленную жизнь, Твое имя будет возвеличено и прославлено, наш Бог. Отец, Сын, Святой Дух. Аминь. Аминь. Продолжение следует...